Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Как обычно, в рассадный период очень много вопросов, на которые нужны ответы. Не просто там можно ответить в комментариях, да и нет, а на которые хочется ответить очень полно, чтобы предостеречь, особенно наших начинающих огородников. Поэтому я написала в заголовке, не погубите свою рассаду перца и томатов, не заливайте ее. Как поливать рассаду? И этот вот, эта тема, этот видеоролик я повторяю ежегодно, потому что старые ролики прикрываются новыми, а тема остается. И тот, кто в этом году добавился в нашу дружную компанию, снова спрашивают, как вы поливаете? Я сегодня хочу прям полный ответ сформулировать вам, осветить все, потому что вопросов много. Не просто как поливать, а спрашивают, сколько литв воды, потом, чем поливать, потом, вплоть до того, что сколько лить в 200-литровый стаканчик, сколько я лью, спрашивают, как я лью этот стаканчик. Короче, некоторые люди действительно хотят вот прям все узнать, все, так вот углубиться, и это правильно, потому что полив, вот этот фактор, он решающий. Знаете почему? У вас могут быть прекрасные семена, вы можете правильно посеять, у вас может быть питательный такой жирненький, как сбалансированный грунт, у вас могут быть дружные вот такие вот сходы, вот прям мхом зайдет, но вы можете все испортить неправильным режимом полива. Я сейчас сначала назову, от чего это зависит, а потом расскажу о каждом пункте отдельно. Во-первых, конечно, режим полива, то есть сколько поливать, как часто, зависит от температуры вот в нашем помещении. И обычно у кого, кто живет в благоустроенной квартире, у кого вот сейчас топят сильно, у кого жарко, тому нужен учащенный или усиленный полив, это не будем пока вздаваться от температуры. Потом зависит от размера тары, то есть ясно, что или 200 грамм будет у вас, или 500, или вот в таком мешке она, в 4-килограммовом, тоже зависит частота полива и размер воды, сколько лить. Так, потом, от возраста растений и от состояния корневой системы. Смотрите, когда спрашивают, сколько лить в 200-миллилитровый стаканчик? Ну, вот видите, два одинаковых стаканчика. Ясно, что в этот нужно лить меньше, тут корней вообще нет, даже не проплескивается, а в этот нужно лить больше. Корневая система очень сильно развита. И тут же зависит от того, от размера пластин листа, от количества вот этих листьев. Почему зависит от этого? Ну, во-первых, чем больше вот эти листовые пластины, чем шире, чем вот такие листья, как бы сказать, ну или вот такой вот огромный, или вот такой, от этого тоже зависит. Они испаряют больше влаги, и у них почему-то быстрее пересыхают, но ясно, почему стаканчики. Поэтому, если листиков, например, мало, польете один раз и все. Но сейчас, чтобы все вам показать и рассказать подробно, я сейчас встану, и мы пройдемся по рассаде, я расскажу, как я поливаю, какие нужно поливать больше, какие нужно поливать меньше, а какие есть такие проглоты, что они пьют и пьют и пьют, и все им мало. Пошлите. Начну свой рассказ с температуры в помещении, потому что для нас, вот мы живем в частном доме, для нас это большая проблема. Как зависит полив, чистота, количество воды, которую мы хотим поливать, от температуры в помещении. Я покажу вам два разных варианта, кардинально разных. Вот смотрите, у нас частный дом, мы топим печку, и вот здесь вот стоят вот эти вот томаты, у меня это томатные гномы в данном случае, на подоконнике, казалось бы, ну какая здесь жара, но здесь у нас вот под этим окном, ну стоит батарея, и как только муж затапливает печку, утром и вечером, тут вот все это нагревается, все поднимается, сюда жар, тут никак их не предохранить от этой жары, и здесь большая сухость, большая сухость, несмотря на то, что у них, у томатных гномов, листья, вот эти листовые пластины, толстые, мясистые, и то они даже начинают вот так немножко, видите, как сворачиваться, немножко как хотят уменьшить испарение со своих листьев, короче, здесь им очень жарко, и здесь, как обычно, поливать приходится чаще, вот сегодня у меня как раз будет полив этих гномов, и я вижу, что даже большие стаканы, 500 граммовые пересохли, не говоря уж о тех, вот которые сидят в 200 миллилитровых стаканчиках, другая ситуация, где от батареи далеко стоят томаты, вот здесь начинаю вам показывать с пола, чтобы вы поняли, что здесь ни окно, ни стеллаж, им нигде не хватило места, и здесь они просто стоят на полу, вот такой толпой прям собрались под лампочкой, и все, здесь нет рядом обогрева, но раз пол, то значит здесь самое прохладное место у нас, здесь никаких ни батарей, никакого ни окна, ни солнца не пригревает, ничего, но тут для полива более выгодные у них условия, потому что, смотрите, там пересохли даже 500 граммовые стаканчики, а здесь они стоят еще в 200 граммовых стаканчиках, и видите, тут почва еще не пересохла на сегодня, так что когда я буду поливать все стаканы, этих я обойду стороной, и здесь вот вдали от жары им почему-то лучше, ну, все уже многие соглашаются, что томатовые лучше прохладные, в прохладном месте выращивать, смотрите, какие толстенные стволы, и они в 200 миллилитровом стаканчике, они тоже уже, как подобраться к бутону, подождите сейчас, он закрывает бутон, они тоже уже завязывают бутоды, вот видите бутон, еле-еле показалось, все, какая прекрасная рассада, и поэтому, когда мы говорим о температуре, что от температуры очень сильно зависит, режим полива, там норма полива, и тут, как вот, когда спрашивают, а сколько вы льете воды, 200 миллилитровый стаканчик, как часто вы поливаете, конечно, тут разница большая, там мне приходится поливать чаще, и даже воды уходит больше, чем здесь, здесь прохладненько, здесь все хорошо, и иногда, в день полива, я их даже обхожу стороной, тара, в которой находится рассада, растет, это еще один наиважнейший, вот такой фактор, от чего зависит, и частота полива, и количество влаги, опять вернулись к этим бедным гномам, которые я сейчас пока все не покажу, я не полью, а они давно ждут, и вот тут, у нас есть наглядный пример, или 500 миллилитровый стаканчик, или, сейчас вытащу, или 200 миллилитровый стаканчик, и тут тоже, если он стоит на жаре, то 200 миллилитров, маленький объем грунта, ой, темновато, конечно, он высыхает быстрее, и иногда бывает, что подойдешь, как, ну, вот именно к этому, например, маленькие я поливаю, а большие посмотрю, так пальцем потрогаю, если они еще влажноваты, то я тоже их пропускаю, но здесь я пропускаю реже, чем те, которые стоят, не рядом с батареей, то есть, маленькие стаканы, все-таки чаще, вот эти 500 миллилитровые, больше, но ведь есть у меня еще больше тара, то есть, эти мешки, в которых прям по несколько килограмм грунта, и вот эти огромные мешки, это, конечно, спасение, потому что тут большой объем грунта, несмотря на то, что у них хорошо развитая корневая система, все хорошо, но они пересыхают все равно дольше, ну, как сказать, я могу полить раз в неделю, и спокойно, больше не заглядывать, потому что знаю, что примерно на 5-6-7 дней им хватает, а 200 миллилитровые стаканчики могут пересхухнуть за 2 дня, но иногда размер вот этого вот тары совсем не имеет значения, и частота полива очень зависит от возраста рассады, вот смотрите, у меня в руках маленький сеянец, не так давно распикированный, ну, совсем молодой, в 200-граммовом стаканчике, у него почти нет корешков, но совсем юный, и вот, я вам уже показывала в 200-миллилитровом стаканчике, который уже, видите, даже в фазу ботанизации вошел, ясно, что этот я один раз полью, и вот в одинаковых условиях, например, если в одном и том же месте они стоят, то этот я буду поливать реже один раз смочу до увлажнения, а вот этим требуется чаще полив, потому что они взрослее, им больше нужно влаги, и стоя даже на одном и том же стеллаже, эти буду поливать, а эти обойду стороной, но иногда и возраст, и размер стаканчика не влияет ни на что, выходит на первое место иногда корневая система, вот посмотрите, я взяла специально два сеянца, ведь нам же все равно, что поливать помидоры или перцы, я взяла два сеянца, которые оба в 200-миллилитровом стаканчике, оба вроде бы не очень большие, ой, как их подержать-то, подожди, ну вы посмотрите, какая разница в корневой системе, вот у этого сеянца корневая система огромная, ей нужно больше всего, а у этого маленькая, и получается у нас так, что при одинаковом посеве и этого, и этого, у перца, вот у этого, конечно, быстрее закончится влага, потому что он и сам крепишь, вот такие листья у него, и у него корневая система, очень такая активная, он выпьет все быстрее, ну и тут еще на первый план выступает размер листовых пластин, как раз то, о чем я показывала пальцем, или вот такой листик, у него испарение минимальное, ну видите, он реденький, маленький, сам тоненький, влаги испарит мало, или вот этот, у которого пластины, прям как я не знаю, с чем сравнить, ну короче, очень большая площадь листовых пластин, которая, конечно, испаряет много влаги, большая корневая система много пьет, доставляет влагу к этим листовым пластинам, листовые пластины активно здоровые, видите, какие активно испаряют этот, ну влагу, и, конечно, он у нас выпьет намного больше, и нужно его поливать чаще, и еще, перец, ведь он и любит, он больше влаголюбивый, чем томат, значит, вот такие вот перцы с огромными листьями, с огромной корневой системой, развитой, нужно поливать чаще, и давать им воды больше, они это любят, и это им требуется, и нельзя при поливе забывать о фазе развития растения, но это тоже самое возраст, то есть, когда вступает наша рассада в фазу бутонизации, в фазу цветения, у него увеличивается потребление вот этой влаги, и требуется полив более такой, ну, как бы сказать, ну, короче, им нельзя, не надо давать им пересыхать, если им не хватит влаги, они могут скинуть свои цветочки от недостатка влаги, и если, вот, суммировать все, что я наговорила, вот здесь, находила по этой территории, то можно смело сказать, что никогда, вот, если у меня спрашивают, у меня действительно спросили, как вы поливаете свои 200-литровые, ой, 200-миллилитровые стаканчики, сколько льете воды, теперь вы понимаете, что я никак не могу ответить, как я сколько воды лью в свои 200-миллилитровые стаканчики, я объяснила, что или маленький томатик, или томатик уже здоровый, который вошел в фазу цветения, или он стоит вот здесь вот рядом с батареей, или он стоит вон на полу у камина, где мусорка у нас выбрасываем там в самом холодном месте, ведь это все индивидуально, это все разно, и я вам скажу так, я делаю так, я сейчас возьму один стаканчик, покажу вам, я поливаю, и все у меня на визуальном уровне, я смотрю, сейчас буду смачивать этот земляной ком до полной увлажненности, чтобы полностью он увлажнился в несколько заходов, когда вот так стоят в жарком месте они и пересыхают, начинаешь, если сразу полить много воды, она выливается через дренажное отверстие, но не успевает ком пропитаться, поэтому я поливаю один раз немножко, второй раз немножко, третий раз немножко, и когда он весь намокнет, тогда только успокаиваюсь, и следующий раз прохожу, когда поливаю выборочно, кто пересох в первую очередь, того поливаю, у кого еще немножко влажно, того не трогаю, заливать тоже нельзя, заливать рассаду это самое страшное, самая такая большая медвежья услуга, которую мы можем своим растениям оказать. Я сейчас вот поставила один маленький стаканчик, один большой, и буду показывать вам, как поливаю, но тут я скажу сразу, что существуют особые условия, при которых все эти режимы полива сразу меняются, какие особые условия, ну конечно, вот эти прогулки на свежем воздухе, на солнце, тут уже все, что я говорила раньше, можно забыть, как я говорила, поливаю раз в неделю, потом хожу, жду, когда высохнет, проверяю, тут высыхает все за один день, и поливаю ежедневно, вот сейчас я вынесла, сейчас я все тщательно полью, поливать здесь люблю, потому что здесь можно лить без ограничения, тут может капать вниз, может лишняя вода сливаться, ничего страшного, дома, конечно, этого себе я позволить не могу, но дело в том, что полив утром, когда я заношу растения домой, перед тем, как занести, я их проверяю снова, и с удивлением очень часто обнаруживаю, что вечером еще один полив нужен, особенно вот 200-граммовые стаканчики, вот опять к вопросу о том, что, как вы поливаете 200-граммовые стаканчики, сколько воды льете, вот когда на солнце и вот здесь сейчас поднимется жара, тут будет около 30 градусов, тут иногда весной выхожу в обед еще раз поливать, и вот тут 200-граммовый стаканчик приходится поливать три раза в день, да, полив это самый долгий, самый кропотливый, самый трудоемкий процесс выращивания рассады, если ее много, ну все, сейчас будем поливать, ну в принципе тут уже осталось добавить мало чего, просто берем лейку, наливаю вот в эти стаканчики до краев воды, и пока я иду другие поливать, она постепенно впитывается, впитывается, вот эти маленькие стаканчики, иногда поливаю тоже лейкой, иногда поливаю вот бутылочкой с паилкой, специально когда пикирую рассаду, оставляю вот здесь, ну чтобы земли было столько, чтобы можно было еще налить воды, вот, и вижу, что после первого полива, видите, фрагментарно потемнела земля, то есть там вода впиталась, а какая-то часть осталась сухой, ее прям визуально видно, она выделяется, добавляю еще, если после второго раза, ой, если после второго раза вот это вот сухое место не промочится, добавлю еще, и могу для того, чтобы лучше в центр проходила, в центр кома, могу еще вот так немножко помассировать, делаю массаж, штамматиком осторожно, но чтобы этот вот сухой комок, который просох, он чтобы промочился весь, все, если говорить о поливе, делаю все, чтобы они не испытывали жажды, чтобы они всегда были напоены, но никогда не забываю о том, что если они не на улице, а в комнатных условиях, если они маленькие, и у них корневая система не такая большая, которая умеет пить много воды, ну, тут смотрите, прекрасная, то, конечно, заливать нельзя, как опасна вот эта вот жажда засуха для них, так опасен и перелив, почему опасен перелив, потому что, во-первых, нет, не проходит туда воздух, когда все водой занято, нет доступа кислорода начинаются, могут начаться корневые гнили, в том случае, когда стаканчики, а когда в лотках, если еще там густо, то может вот такая влажная очень среда, может появиться черная ножка, все, до свидания, с вами была Ольга Чернова, ой, жарко, меня слепило солнце, подписывайтесь на мой канал, огородная азбука, сейчас весна, в самом разгаре, вот это выращивание рассады, это такой интересный и увлекательный процесс, но интересно не только выращивать и смотреть, даже если у вас нет огорода, чтобы поднять настроение, посмотрите на эту зеленую вот такую массу, море зеленое, и у вас немножко, может быть, настроение повысится, все, все,